Девушки отдыхают До этого обвиняемый в мошенничестве находился под домашним арестом Однако из-за нарушения условий его отправили в следственный изолятор Бийска Продолжит находиться под стражей и начальник транспортного отдела администрации Дмитрий Брызгалов О том, почему чиновника из Бийска перевели в Барнаульское СИЗО, расскажем в ближайшие 15 минут Итак, вы смотрите Участок 112 в студии Евгений Плохотин Здравствуйте! Сегодня в программе Автоперевозчика установили Проверка по факту падения 4-летнего ребенка на проезжую часть продолжается Угнанный автомобиль нашли сгоревшим В совершении преступления подозревается 17-летний подросток Бывший директор школы-интерната не признает своей вины И все коррупционные преступления, по которым ей было предъявлено обвинение, она считает выдумкой Скрыть улики от них не получится Они восстанавливают картины преступлений и все ради того, чтобы найти виновного Итак, мы начинаем Житель Волгоградской области спровоцировал аварию на Чуйском тракте Дорожно-транспортное происшествие случилось под Бийском Серьезные травмы получил водитель легковушки Мужчину доставили в больницу ДТП произошло в половине шестого утра на участке федеральной трассы между Бийском и селом Верхкатунское По предварительной информации, житель Волгоградской области, управляя автомобилем ВАЗ Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фотоном В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов Добавим, что в результате аварии водитель ВАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму Ушибы, ссадины и был доставлен в центральную городскую больницу Бийска Следователи проводят проверку по факту инцидента, который произошел в Бийске Во время движения пассажирской газели на проезжую часть выпал 4-летний ребенок Несчастный случай произошел в центре города на Коммунарском Само падение попало в объектив в камеры видеонаблюдения компании сотрудник Следователи уже установили автоперевозчика и нашли потерпевшего Ребенок упал на проезжую часть во время движения вследствие неожиданного открытия задней двери маршрутной газели В результате падения ребенок получил ушибы Следователями уже установлена личность пострадавшего ребенка Это мальчик в возрасте 4 лет В ходе проверки следствию предстоит дать юридическую оценку действиям автоперевозчика На наличие признаков выполнения работы, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей В результате проверки будет принято соответствующее рациональное решение В Бийске нашли сгоревшим угнанный автомобиль Преступление произошло ночью в заречной части города Буквально уже на следующий день после происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его Угнанный автомобиль обнаружили на соседней улице сгоревшим Несмотря на то, что огонь уничтожил основные следы, полицейским удалось найти доказательства, которые позволили установить личность подозреваемого Главным фигурантом по уголовному делу проходит 17-летний подросток Задержанный сознался, что угнал автомобиль, чтобы покататься Но в какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги и застрял Пока буксовал, автомобиль загорелся и угонщик был вынужден бросить «Волгу» на месте преступления Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают, на самом ли деле автомобиль загорелся сам Не исключено, что подозреваемый таким образом хотел просто замести следы совершенного преступления Расследование уголовного дела продолжается Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Евгений Долголев приезжает в Бийск В нашем городе он проведет личный прием граждан Встреча состоится в здании Бийского следственного отдела, это проспект Кирова-7 Пообщаться с руководителем следственного управления края смогут жители Бийска, Бийского, Смоленского, Красногорского, Салтонского, Советского и других районов Итак, встреча состоится 24 октября с 10 до 11 часов Все желающие могут обращаться с вопросами о предварительном следствии, с жалобами на действия, либо бездействия должностных лиц И по другим вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации За информацией следует обращаться по телефону 8 385 2 29 80 28 8 385 4 33 62 09 А также по телефону 8 38 5 4 36 71 11 Участок 112 мы продолжаем, смотрите далее в программе Бывший директор Бийской школы-интерната не признает своей вины И все коррупционные преступления, по которым ей предъявлено обвинение, она считает выдумкой Изменили меру, задержанного в Бийске предпринимателя Сергея Башкатова снова взяли под стражу Скрыть улики от них не получится Они восстанавливают картины преступлений и все ради того, чтобы найти виновного Следователи-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник Итак, мы продолжаем Изменили меру, задержанного в Бийске предпринимателя Сергея Башкатова снова взяли под стражу До этого обвиняемый в мошенничестве находился под домашним арестом Однако из-за нарушения условий его отправили в следственный изолятор Бийска Напомним, по версии следствия, подозреваемый в мошенничестве Башкатов По подложным документам оформил муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска По имеющейся у нас информации, мошенническим путем городскому бюджету был нанесен ущерб в размере 13,5 миллионов рублей Расследование уголовного дела продолжается Накануне Башкатову снова изменили меру пресечения Из-за нарушения условий нахождения под домашним арестом Заседание суда длилось порядка 6 часов Башкатова взяли под стражу До 18 декабря предприниматель будет находиться в следственном изоляторе Кстати, в СИЗО продолжает находиться и начальник отдела транспорта администрации Бийска Дмитрий Брызгалов Накануне ему также продлили меру пресечения Еще на два месяца Добавим, что чиновника из Бийска перевели в Барнаульское СИЗО Это связано с тем, что расследованием громкого дела занимаются следователи второго отдела Напомним, что чиновника городской администрации задержали по подозрению в мошенничестве по версии следствия Брызгалов, используя свое служебное положение, организовал изготовление фиктивных документов По ним один из предпринимателей за якобы перевезенных льготников со счета муниципального предприятия получил 700 тысяч рублей Позже больше 600 тысяч были переданы чиновнику Незаконную деятельность выявили сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю Расследование уголовного дела продолжается Бывший директор Бийской школы-интерната не признает своей вины И все коррупционные преступления, по которым было ей предъявлено обвинение, она считает выдумкой В суде уже завершается рассмотрение уголовного дела Ориентировочно на следующей неделе состоятся прения сторон, а там и приговор Добавим, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, собранные сотрудниками управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю Это деньги, которые я вам отдаю По версии следствия, пользуясь служебным положением, женщина своим подчиненным умышленно завышала стимулирующие выплаты И после требовала разницу отдать ей Таким образом, директор школы-интерната похитила деньги на общую сумму 120 тысяч рублей Но это далеко не все эпизоды Бывшего директора обвиняют в мошенничестве, присвоении чужих денег, а также в получении взятки Кроме того, женщина от имени возглавляемого ей учреждения заключила договор приобретения строительных материалов и инвентаря Часть из которых использовала не для нужд школы, а для ремонта своего жилища На общую сумму более 150 тысяч рублей И помимо совершенных хищений, женщина склонила двух сотрудников учреждения к даче ей взяток За благосклонность по службе и неприменение к ним неоправданных мер административного и дисциплинарного характера Скрыть улики от них не получится Они восстанавливают картины преступлений и все ради того, чтобы найти виновного Следователи-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник С добытчиком улик, сотрудником краевого отдела криминалистики следственного управления Максимом Гультяевым Который один обслуживает 16 районов и работает в Бииске Встретилась наша съемочная группа Расследование порой даже самого простого уголовного дела сегодня невозможно без следователя-криминалиста Это люди, которые не только видят то, чего не замечают другие Это люди, от которых ничего невозможно скрыть Качественно приведенный осмотр это больше половины успеха при раскрытии тяжкого либо особо тяжкого преступления Современная техника и, конечно же, профессионализм позволяют следователям-криминалистам Распутывать такие преступления, которые еще лет 10 назад могли попросту остаться нераскрытыми Поэтому на место происшествия берется весь комплекс оборудования И это далеко не один увесистый чемодан Доказательств много не бывает Сегодня жулик скажет, что он причастен, завтра он скажет, что не причастен Так что мы начинаем, даже по очевидному преступлению, все равно работать на сбор доказательств Улики собираются по крупицам Этот осветительный прибор незаменим в работе следователя-криминалиста Его используют для обнаружения биологических следов, которые преступник усердно уничтожал Все следы как бы видно только в таких очках специальных На фоне, когда мы просматриваем То есть если это бывают пятна замытые в крови Они обычно у нас выглядят через эти очки темного цвета Максим Гультяев каждый день выезжает минимум на одно тяжкое преступление Нередко он безошибочно устанавливает виновных лиц Точность, объективность, внимание к мелочам По-другому нельзя На плечах следователя-криминалиста тяжелый груз ответственности Ведь каждое уголовное дело это чья-то судьба И это все на сегодня Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне Счастливо, увидимся через неделю Пока Все, давай, все, пошел, пошел Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok